Прочит вас задавать вопросы один другого, нелипий, абсурдный, юродивый. Истина, она юродивая, она начинается с юродивого вопроса, кончается юродивым ответом. Ну, это ваша очка прерогатива, абсурдные вопросы. Я буду переводить. Нам еще надо рассуждать. Тогда я буду ваши нормальные вопросы переводить в абсурдные ответы. Потому что вы очень мастер пробуждения. Катары, на мой вопрос, что вы от меня хотите, на Мансигёре, в пустыне, они говорили, прими неоднозначность мира, то есть парадоксальность бытия и всякого явления двусложности. Да, это упразднение рацио. Неодномерное мировосприятие. Да, потому что рацио, оно воюет с иррациональным. И вот эту вот четкость, и даже они в устах Христа вкладывают, что да или да или нет. А все, что сверх того, это лукавого. Да, вы знаете, дай Бог, отец Глеб, дай Бог человечеству еще вот этому совершенно детскому, больному, такому пораженному и зараженному, не весь какими духовными, ядовитыми, смертоносными вирусами, дай Бог ему понять, что похоть есть зло. А еще бы понять, что рационализм – это зло, что рациональная прокладка в мозгу – это то, что оправдывает зло, это то, что совершенно чуждо человеку. И вот он как бы делает свою ставку на доминантную рациональность, а это глубокое заблуждение. Она только закрывает человека, запечатывает в это рацию яйцо, и вот он начинает своими математическими схемами придурковато логизировать. А это ужасно, то есть закрыты умные очи, закрыт умный слух, закрыта премудрость, закрыт весь мир, все сводится к каким-то голограммическим мертвородным схемам. Вот что такое рацию. И рацию воюет на любовь, на доброту, и всякое божественное явление, не сводимое ни к какому слову и образу, всегда переводит в какой-то такой рассудочный аспект. Человек, для того, чтобы ему вернуться в полноту, какую он некогда обладал в добрых цивилизациях, он должен бороться с тремя врагами – это похоть, зло и рационализм. Но великолепен в этом плане девиз Ахура Мазды – «Добрые уста, поступки и мысли», и Отец говорит «Добрый у меня». Это великолепно совершенно. Но при этом мы не отвергаем мышление. Мы не отвергаем мышление, более того, мы требуем глубокого мышления, приосененного мышления. Оно имеет в себе определенные законы. Я могу сказать, что под рационализмом я подразумеваю такое рептилоидное вспрыскивание, рептилоидных начал в мозг человека. И уродство рационализма в том, что это ум, запечатанный к сердцу. То есть он отделен от сердца, которое есть духовная штаб-квартира, духовный центр человека – это вот та самая категория ас, где пересекаются лучи из многих созвездий, где, так сказать, пляшут одна на другую, находя вот эти божественные лучи света. Это царство Грааля, внутренние замки. Они все исключены при рационализме. Это блуждание вокруг да около истины. Это неспособность схватить истину в таком целостном философии. Это называется апрегендирование. Вот у Хайдегера термин. То есть апрегендировать истину, схватить ее в ее целостности. Рацио всегда расщепляет что-то на какие-то полочки и всегда тешится своим дискретным сознанием. Я полон всяческого презрения к рациональному образу мышления. И всецело стою за старческую парадигму сердечного мышления, которое уже есть мышление богочеловеческое, в богочеловеческом аспекте, без рептилоидных примесей. Вот особенность этого мышления. Оно мышление в аспекте доброго промысла. Оно божественное, потому что рационализм окрадывает именно божественный тип мысли, божественную способность интуитивно и сверхсознательно проникнуть в суть феномена человека или души. То есть рацио запечатывает. Оно что-то там открывает, какой-то схематический экран цифровой открывает, но большей частью закрывает. Вот так же, как материальный мир, он же тоже что-то открывает, какие-то кайфы, иллюзионы и прочее. Но он большей частью эти иллюзионы закрывают то, что от человека запечатано. Если бы он знал, какая полнота, как интересно жить в теоантропонатурогамической целостности, как интересно беседовать с птицами, понимать язык деревьев, любить всё живое, как прекрасно жить в любви, какой это даёт покой и радость. Если бы человек это понимал. Ну, кстати, вот один из недостатков рассудка, коль бы вы заверли это с гортом, что он безлюбовен. Он может только говорить о. Но рационализм, на мой взгляд, рацио, то есть смене новоно, очень свойственно критическому суждению, а тут уже полшага к осуждению. И самая страшная, на мой взгляд, беда рационализма в том, что он очень легко сходит на стезю оправдания зла. Вот он выискивает тот или иной аргумент оправдать себя под тем или иным мотивом, оправдать злодеяние. То есть, в конечном счёте, рацио вступает в конфликт с совестью. Как наследие Аристотеля, как наследие схоластики, теодицеи, в попытках ещё более искусно оправдать злой, изначально обречённый замысл Бога-творца. Да, возьмите вот трактат, такой вроде бы такой интуитивный, якобы исповедально-сердечный, исповедь Августина. Но он, несмотря на такое исповедальное повествование, там все мысли как раз об оправдании церковного зла. То есть, церковь свята, это от него, от Августина. Сомнительного происхождения, кстати, это всё описание. Да, но церковь, в его понимании, свята, несмотря на то, что её сосуды грешны. И так и должно быть, он говорит. Хуже всего, утверждает этот пройдоха и это чудовище, хуже всего, он говорит, если вы считаете, что церковь грешна, а человек свят. Если человек свят, ему не нужна церковь. Значит, он не свят, а проклят. А если церковь не свята, то она вдвойне не нужна. То есть, церковь свята, и тогда человеку нужна церковь, это всё церкви-центричное, то есть, иерея-центрические рассуждения. И они очень попахивают какими-то логическими такими ходами, логика расу. Хотя вроде бы написано в восповедальной форме, но и так же образная ему книга из «Статус Дэй» и «Глад Божий». Поговорим о рыцарстве. Вы в тот раз хотели говорить о рыцарстве. Это гениальная тема. Да, Иосиф Аримофейский, как глава ордена, вы сегодня сказали. Это очень интересно. Вообще, по праву стоит отнести вот все рыцарские добродетели, их происхождение, именно восточному рыцарству. Да, начнем с того, что когда молодой мужчина посвящает себя всецело Божьей Матери, он непреложно становится рыцарем. А в какую еще образе он может служить? Он рыцарь, он либо священник, но это очень подозрительно. Институциональная церковь всегда воюет на Деву Светов и на Богиню Мать. У них какие-то свои институциональные образы, насколько она несет свет, нет, а это невыгодно священнику. Понимаете, он не святильник, он ритуальный отправитель. Он казенный чин в патриаршестве. Поэтому можно сказать, что такой всецелый обет посвящения себя Божьей Матери невольно ведет к рыцарству. А это самое прекрасное, на мой взгляд, самый прекрасный и достойный мужчин и статус человека. Он духовный рыцарь. Он духовный рыцарь в брани. То есть он побеждает в духовных сражениях. Это самые тяжелые сражения. В обычные, так сказать, рукопашные военные складки может вступить каждый солдатик, понимаете, после военкомата. принятые. А вот духовная брань – это удел единиц. Духовная брань – это удел тех, кто различает духа, тех, кто способен светом победить тьму, добром победить зло. Это великие ключи, премудрость требуется. Огромное знание. Я думаю, что, знаете, рыцарская колдовая вообще неисчерпаема. Если есть освящение, кучится там, скажем, 4 года в семинарии православные или 7 лет в колледже католическом, то рыцарская школа, она нескончаема. До последней смертной минуты человек упражняется в рыцарской высоте и достигает вершины, скажем, как в рыцарстве короля Артура и круглого стола его 12 рыцарей святого кроля, а вонселот, парсифаль и прочее. Я благоговею перед рыцарством. Это для меня высочайшая доблесть, завершающаяся богатырством. И рыцарство, конечно, предполагает девство. Похоть делает субъективным и определяет поражение брани. И благородство. Рыцарь всегда благороден, он чист, он это блеститель истины, он доблестный, он защитник всех слабых, он поборник справедливости. Да сколько можно говорить о рыцарстве? Можно очень много. Я думаю, что простой мужчина, офицер какой-нибудь, он в конечном счете идеалом своим полагает рыцарскую доблесть. Безусловно. Хотя он простой офицер какой-нибудь зенитных или танковских. Абсолютно невозможно принести себя в жертву, а воин это тот, кто себя приносит в жертву. Просто давая кляпу. Если еще, скажем, в первом обращении меня пускали в армейские какие-то коллективы, я должен верить в Бога, Божьей Матери, побеждать силы Божьей Матери. И сегодня я бы преподносил солдатам и офицерам образ рыцаря. Богородичного рыцаря. А это чисто богородичная лепка. Стоит здесь очень углубиться, потому что, допустим, Игнасио Лайола, он тоже преподносил идеал рыцарства как идеал для подражания. Очень хорошо вы сказали. Я скажу, что чтобы это было не лайоловское иезуитское, не игнатьевское рыцарство, оно должно быть мелкоседековым богородичным. Богородица, она всегда вот как икона умягчения сердец. Она умягчает сердце. Она именно делает рыцаря мирным, любящим. Она мать рыцарей цветущей битвы. Тогда как без именно её милосердного сердца, её милосердного меча одержать мирную победу очень трудно. Милосердный меч. Да, поэтому рыцарь да, поэтому рыцарь всегда сражался за прекрасную даму. Этой дамой была не какая-то там шотландская графиня в замке сидящая, зевающая по сторонам. Да, такой куртуазный образ. Да, да, куртуазный именно. А прекрасной дамой была та самая, которой блок посвятился. То есть, стихотворение под этим названием. Прекрасная дама, это богородица. Пушкин также посвящал и, ну, в целом, очень много чего создано. Но она есть архетип женщины. Она мать всех добрых женщин. Она та, которая лепит. Любая женщина должна славить богородицу, чтобы стать настоящей, доброй матерью, женой, верной. Да. Богороматерь – идеал, совершенный идеал для женщин и для рыцарей. Вот эта вот незнакомка, это не потому, что она незнакома человечеству, а потому, что она все время новая. Она открывается в новых апостасях. Она бесконечна в своем явлении человечества. Незнакомка. Таинственная. У Кретиана де Труа есть такой образ, где с точки зрения рационального мышления современных исследователей, он высмеивает. Рыцарский образ подражания Божьей Матери через то, что Ланцелот и Повозка, по-моему, как-то у нее называется, сага в Ланцелоте, где он, спасая свою возлюбленную даму сердца Гвеневру, не отрывает от нее взгляд. И для этого он вынужден сражаться спиной к врагу, чтобы не терять из виду свою возлюбленную. Кретиан де Труа подчеркивал то, что надо ни секунды не отводить взор от дамы сердца, которая не шотландская графиня, а Божья Матерь. Это богиня-дева, богиня-дева-мать. Это как раз древняя триада европейских богинь, дохристианских, дева, юная, мать, дева, она тоже целомудренная, чистая, и старица, премудрость, тоже дева. Вот в этих ипостасях ее стоит непрестанно созерцать, чтобы не проиграть в брани не с земными врагами, а с злыми духами, да, вот в этом смысле. Я хочу прибавить к тому, что вы сказали, что мы же с вами вместе, отец Глеб, работали над книгой, и вы очень много материала посмотрели относительно, и я так мало работал с оригиналом, вы работали с ними, а я уже обрабатывал, лепил, но я хочу сказать, что должно быть вот это Ишимбах, Детруа, до какой степени исказили эти рыцарские повествования хуже Евангелий, каждый тупой какой-то рыцарь, похотливый, все это искажал, презирал, насмехался и переделывал, и все это называлось новыми сказаниями, новыми версиями, поэтому до истины, вот мы сделали книгу Грааль, введение в белое рыцарство, мало кто оценил эту книгу, мы вернули эту оригинальную икону рыцарства, на которой переписана семью слоями идиотизма, шотландских графинь и всяких похотливых похождений, поэтому я хочу людей направить к нашей совместной с отцом Глебом книге, Грааль, белое рыцарство, мы сделали посвящение в белое рыцарство, мы именно преподнесли эту историю рыцарства как ключ к посвящению, и мы очистили рыцарство от всех этих куртуазных, эротических, вульгарных привнесений, которые несовместимы вообще с метафизикой Грааля, рациональные, дантовские образы, эпохи Возрождения, Я думаю, что работали и рыцари такие несовершенные, и церковь работала, потому что образ рыцаря святого Грааля, девственные рыцарь, для них это враг. Церковь, по сути, вытеснила рыцарство в принципе из духовной жизни, она сделала это уделом чисто военных, и рыцарства в духовности, в церкви практически не осталось. И конфликт, доказательство этому прямой конфликт с тамплиерством, я думаю, что папство ничего не поняло в тамплиерстве. Это была чисто такая оскаленная звериная пасть, которая от рыцаря требовала только одно завоевание территории канонической. именно такой рыцарь нужен был, и он не просто выходил за рамки война, а он входил на территорию, каноническую территорию церкви. Он уже начинал выступать в защиту добродетелей духовных. Он становился образом для подражания на духовном пути, и это, конечно, церковь не могла позволить, ни в коем случае. Любой рыцарь, дерзавший о какой-то духовности, должен был стать монахом, посвятиться в какой-то орден, и там монашеский, и там загубить все свои желания победить зло. Они требовали именно насильственного монашества, например, еще времена этого Бернарда Клеровского, и рыцари большей части отказывались, и тамплиеры отказывались принимать монашество, они говорили, что наше девство отличается, наше рыцарское детство, это, кстати, не ваше институционально-монастырское монашество, их заставляли. То есть, папа не признавал никакой образ девства, даже в силу того, что корень дева, дева. А у них были суррогатные формы того, что мы называем светоносным девством, дева светов, то есть, девство, несущий свет, чистейшее девство, идеальное девство, абсолютное девство. А у них это всегда с примесью целебат, то есть, это негатив, воздержание, или там монах, это обед какой-то, или ксенс, который, значит, приносит обед, но не как девство, а как обед преданности пары. всегда есть иррациональная выгода, логика, иррациональная логика за вот этим образом рыцаря, который преподносится. Это как раз борьба рационального и иррационального. Иррациональное девство это то, что, в принципе, недоступно человеку сейчас, потому что иррационально в человеке пробуждается начало похоти, желание плодиться, размножаться. Иррациональное девство это то, что, когда мы отказываемся от рацио, от наших каких-то моральных предрассудков и установок, они не обязательно плохие, но отказываясь от них, от ограничений, сдерживающих факторов, в нас проявляется не похоть, а чистота, не зависть, а любовь, не злоба, а доброта. Вот эта категория для церкви абсолютно закрыта и недоступна. Ну вот, рыцарь, рыцарь преимущественно юродивый, возьмите архетип Иберии, Сервантес, Дон Кихот, это юродивый рыцарь, который, рыцарь ведет борьбу с ветряными мельницами, это свод догматических предрассудков церковного порядка. Ну и вообще ветряные мельницы, это все, что в умах людей вертится. Ну и, конечно, его прекрасная дама Дульсине, нежнежная. Дульса. Дульса сладчайшая. Сладчайшая. Да, да. Сладчайшая, это же категория, тоже иррациональная. Один из самых прекрасных образов гений, здесь сказался гений Сервантеса, как это ему удалось нарисовать рыцаря и не избежать инквизиции, при этом он очень высказывается против церкви. Ключи юродства. Во втором томе. Юродство хранило. Юродство заключалось в очень... Это полная противоположность увидели, как Игнасио Лаёву, что как будто бы он описывал Игнасио Лаёва. Но вот здесь очень важно, чтобы читатель, который будет читать Дун Кихота, углубился и изначально понимал, что чёрное рыцарство, оно пользуется практически теми же всеми категориями, что и белое рыцарство, идеологическими, только не практические, а сугубо идеологические. И вот в этом смысле скорее всего, что Сервантес был спасён, потому что они думали, что это в их славу написано о рыцарстве. А на самом деле речь шла о практическом рыцарстве, потому что идеологического рыцарства его хватает, его очень много. И идеологии мы живём в эпоху, которая ещё Сервантесу была закрыта. Эпоха после века идеологий, когда страшные жертвы человечества положило на алтарь идеологических богов, вот этих идолов. Да, я думаю, что рыцарство напрямую связано с достижением Духа Святого от Божьей Матери и Граля. Чаша Граля рыцарь всегда держит в руках чашу Граля. Он должен обладать какой-то особой защитной силой, над ним должны быть особой силой щиты покров, которые даёт только Богоматерь. Это известная православная старческая щит и покров. Это не поповская, это старческая молитва, это молитва экзорцистов, экзорцистами были только старцы, священники не дерзали никогда изгонять духов. Он должен знать, владеть ключами победы над злом. Для этого обязательно у него должен быть духовник, он должен проходить свою брань, он должен побеждать родовые ветки и начала, он должен много работать прежде всего над собой, но потом тому, как музыкант должен вначале работать над собой и потом плоды вот этой духовной работы над собой в какой-то степени будут отражены в его музыке, если он не работает над собой, то есть, если он ведет двойную жизнь, как это присуще большинству музыкантов, возьмите Ростропович, ну вот мой друг, прекрасный, гениальный дирижер Миша Кац в беседе со мной он сказал, это было его учителем в аспирантории велончельной консерваторской и Ростропович Ростропович харизматическая обезьяна, почему? Да потому что женатый на этой жабе, он ее называл жабой, она его муратины, это такая собрустская чета была, Вишневская Ростропович, Вишневская, разумеется, ему ни минуты отдыха не давала, то, значит, ты со своими дочками возись, то, значит, делай яичницу для них, иди в комиссионку покупай для нее люстру и так далее, и ноль работы над собой, ноль, вот, человек был знаменитым, раскрученным директором там целых филармоний, главным оркестром, и что же, и ничего, и пустота абсолютная, только вот машет руками, как говорится, и пилит. И также и священник должен много работать над собой, этому не учат ни в семинарии, ни в академии, более того, там благословляют двойную жизнь, понимаете, стукачество, это же двойная жизнь, похоть, гомосексуализм среди семинаристов, это уже двойная жизнь, всё, если вы ведёте двойную жизнь, вы нечистые, вы не можете принимать исповедь, исповедь должен принимать только целомудренный человек, старец совершенной метки, совершенно не отмирский, люди приходят к вам на исповедь с отмирскими какими-то упованиями, и они все хотят освободиться от ордовых программ, в руках старца-исповедника должен быть жезл победы над ордовыми программами, но для этого он сам должен пройти большой духовный, в России были такие старцы, вот, моим любимцем был мой первый духовный старец Кирилл Павлов, он был отцом двух патриархов, духовником, или, например, моё чадо, недавно ушедший духовный, очень глубокий старец, богородичный, с откровениями, старец Серафима Одесского монастыря, великий старец, к нему стекались со всей России, со всего Закарпатия, со всего мира. Дочка, ваша книга о Граале, она открывает потрясающую вещь, что рыцарство древнее церкви, в древних цивилизациях архетипических, это для меня очевидно. Не существовало отдельного сословия жрецов, но все люди были одновременно священниками и воинами, ведущими брань со злом, и во главе общества стояли не прелаты, не короли и папы, а белые старцы, то есть рыцари, победившие зло в себе и помогающие победить зло в мире. И следовательно, какой из этого можно сделать вывод? Получается, что человечество, цивилизация не туда ушла. То есть мы увлеклись по какому-то ложному пути и духовность ищем не там, и божество ищем не там. Нужно вернуться к этим изначальным образом, к истокам, к началу. Это есть, видимо, вот Грааль, по которому тоскует человечество. Грааль, значит, знаете, наверное, стоит тысячи определений Грааля, подобно тому, как это камень сияет, тысячами светов и световых гамм. Но я бы сказал, Грааль – это какая-то межгалактическая духовная сумма. Сумма каких-то золотых пылинок мысленных, которые несут в себе средоточие жизни на несчетном множестве добрых миров. миров. И вот этот камень, упавший с неба, это вот, ну вообще каждый камень – это какая-то сумма экзистенциальных мыслей и экзистенциальной истории. Но вот камень Грааля – это вот, это действительно какая-то драгоценнейшая сумма самого прекрасного и артического от арты, что только может быть создано в человечестве. Поэтому чаша Грааля, в нашем понимании, в рыцарском, это сосуд последних капель, куда человек по переходе в вечность, он, так сказать, прощается с землей, отдавая свою последнюю каплю. Она мироточивая. Мироточит не только мощи старцев. Каждый человек, особенно мученик, мироточит. И он мироточит не в каких-то немощами или миро, а он мироточит вот этой невидимой последней каплей, которую он источает из себя. Она порой бывает совершенно микроскопична и невидима. Но вот душа источает из себя вот эту дивную, вот эту самую драгоценную каплю, и в неё вкладывает всю свою любовь, всю свою жизнь в этой каплю. Вот как из капли родилась жизнь на земле, божественная капля упала в озеро Иван. Согласно шумерскому предмету. Вот так же и вот последняя капля, это и есть та последняя капля, которую роняет человек перед тем, как оставить землю. Но он вкладывает в неё самое сокровенное. И мы как бы считаем, что наш суммарный соборный Грааль это сумма последних капель многих душ бывших на земле. Это кратко вся вселенная. Вот возьмите тальтекскую чашу, которую нам подарили. Это уникальная чаша. Восьмигранные звёзды, калибрии, старицы, богини. Это тоже вся кратко выраженная духовность тальтеков и альтеков. От альтеков кстати идёт образ, термин «цветущая битва». Да, вот их старец предложил Святогору поднять свою сумму. И вот эту сумму, видимо, вот сумма Грааля не смог поднять даже такой богатырь Святогор. Это мне кажется интересно в том смысле как раз что рыцарство оно не в физической силе, оно не в физической доблести. Это всё нужная атрибутика духовной брани в том числе. но прежде всего это посвящение посвящение от старца преемство вот этой мокседаковой ветви. Да, что подтверждает Это очень много старца странники это образ рыцарей Грааля. Могли бы мы немножко конкретизировать для людей что такое работа над собой. Вот к примеру музыкант. Что такое двойная жизнь музыканта? Вы отчасти уже сказали, но как я понял это отсутствие работы над собой. А работа над собой это не просто совершенствование в ремесле. это раскрытие духовного потенциала который должен выражаться в музыке и быть достойным этого эфира. Я свою последнюю поэтическую книгу назвал промыслитель. Как бы мыслитель в аспекте проведения. Музыкант вы говорили о музыканте должен прежде всего стать мыслителем. Он должен понять, что звук это концентрированная мысль. Что звук не существует вне вести, вне речи. Музыка это речь. Это речь особого рода. Это то же самое, что и речь логическая, словесная, но это другая. Это музыкальная речь. Это другой язык, причем язык божественный и гораздо более богатый, чем семантический, какой-то ограниченный человеческий словарь. Поэтому музыкант должен мыслить. И он должен мыслить о последних вещах, если он хочет играть гениальные шедевры, которые разрешают последние вопросы бытия, такие как жизнь и смерть, победа над смертью, бессмертие, свет и тьма, победа над злом, добра, разлука и ее преодоление, лебединая песнь и вот тысячи других проблем. Вот возьмите гениальность Моцарта. Я буквально опалоумел от одного моцартовского афоризма, который он изрек после смерти своей матери, обожаемой, 27 лет ему было. Смерть, пишет он отцу, Леопольду, не враг, от рук. Но это же плод колоссальных размышлений. Моцарт мыслитель, у Моцарта там такие промыслительные, провиденциальные глубины, и все только о последних вещах. То есть это полный спектр человеческих переживаний, выраженные вот в такой музыкально-звуковой гамме, но при этом это всегда доминирует какая-то эсхатологическая мысль о последних вещах. И если музыкант, исполнитель не настроен на этот философский, промыслительный лад, он просто занимается брехнёй и ахинеей. Абракадабра это называется музыкальная абракадабра. Поэтому надо быть мыслителем, надо задаваться последними вопросами, надо искать, искать истину, находиться в познании. Нужно быть попросту говоря гностиком, то есть познающим. Очень осквернённое слово гностики, их с масонами ассоциируют, гностики были, многие из них очень светлые души. Например, гностические Евангелия ценятся мной и многими теологами, экспертами выше, чем другие апокрифические или, скажем, даже канонические. Это были ученики примутательства. Вот я вот это хочу посоветовать музыкантам. Он должен думать музыкант в момент, когда играет или в жизни между моментами. Ведь музыка это иррациональная, иррациональное мышление, оно практически невозможно во время игры. Но вот оно это как некая музыка, мысль как музыка звучащая после музыки. Да, это философ должен быть. Музыкант обязательно философ, мыслитель. И у него должно быть много времени, и он должен вести напряжённую интенсивную жизнь, связанную с кризисами, обращениями, отречениями. То есть у него должна быть богатая внутренняя жизнь, и она должна иметь отражение в музыке. И вот эта прискорбная внутренняя жизнь, это жизнь в пустыне, жизнь в одиночестве. Победа над злом, над нарцизмом, над своими недостатками имеет следствием просветления и положительные положительные финалы Аллегра. Ну и музыкант должен, конечно, обладать очень глубокой исторической интуицией, он должен глубочайшим образом, интуитивно входить в кладовую композитора, в его дом, в его архетип. Он должен стучаться во врата внутреннего Чайковского, внутреннего Бетховена, который как бы сокрыт от посторонних. Что переживал? Но это идет о настоящем музыканте. Обязан ли философ быть рыцарем? Я могу на это ответить, что совершенным рыцарем быть очень трудно, но в какой-то степени какие-то черты рыцарские должны быть и у философа, и у музыканта, и у всякого мужчины. Это самое благородное, что есть в человечестве, это сумма всего аристократически благородно доблестного морально совершенно нравственного начала. Это рыцарство. К сожалению, полностью утраченный образ, оскверненный всякими вот этими картуазно-похотливыми похождениями, как это все предельно. Я просто потрясен, когда стал читать вот эти саги рыцарей, ирландские и прочие английские искажения. Я потрясен. Они просто упражняются в извращении смехотворном искажении на противоположное. Рыцари представляют по типу греческих богов какими-то развратными полуидиотами. Даже даже хуже. Даже хуже. Потому что в них нет вообще божественного ничего. В этом плане мы восстановили рыцарство. Поняли это люди? Я не знаю. Многим эта книга очень нравится. кто имеет эту книгу понимает. это мысль о том что вы восстановили истинное рыцарство я не слышал люди очень хорошо отзывались но вот это то что мы реставрировали оригинальный образ рыцарства мало кто понял. Но понимаете почему они просто не задумывались просто не знают что такое вот эти оригинальные романы из которых мы исходили. Стёрт и запечатан сам образ рыцарства. Да. сама актуальность и практическое применение рыцарства затёрто и запрещено то что философ должен быть рыцарем музыкант должен быть рыцарем учитель должен быть рыцарем врач должен быть рыцарем это то что наполняет жизнь мужчины и женщины потому что женщина тоже может быть рыцарем наполняет смыслом и это запрещено духовным смыслом потому что право и примат на духовные смыслы церковь приписала только себе а после эпохи возрождения человечество отказалось от них чтобы отказаться от церкви мне очень дорого качество братства в рыцарстве и по братству очень важно это исключительно ценная тема девство это и есть собственно братство это брак брак он это не только телесное между мужчиной и женщиной скажем однополые браки брак это сочетание душ двух люди должны вступать в такие теогомические антропотеогомические отношения это приобретение родства не по рождению да 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 это вот молочное братство поскольку мы вкушаем молочко Божьей Матери и она мать питающая нас мы ее дети значит поскольку ты сын богородицы я сын ее то мы братья независимо на возраст и разницу и так далее вот это братство и вот вот в частности вот наше вот здесь тамплиерское братство просто превосходное вот например у вас отец Глеб такое совершенно посвятительное чувство братства я просто восхищаюсь у меня должно быть оно тоже есть но оно какое-то другое свойственное может быть моему времени или моему индивидуальному складу а у вас именно такое как у меня потому что у меня оно от вас ну да но это правильно вы так видите а я вижу что вот у вас есть какая-то своя особая вот эта братская вот эта братская любовь это Филадельфия это великолепное свойство это очень редкое свойство вы знаете очень редкое свойство у мужчин это дар это особый дар это харизма свыше потому что вот бывает братство и как бы его возглавляет ну скажем какой-нибудь там магистр игумен это ничего не значит это не братство это будет иерархия а братство это гетерархическое нечто это не прямоугольное это круглый стол где все равны а для этого должны какие-то другие начала взыграть брать он должен быть целомудренным и вот эта жизнь в брате вот вот это самопожертвование служение брату вот эту серебряными нитями связанные два брата вот это побратимство оно уже носит сакральную высшую степень и требует огромной чистоты да как человеку укреплять братство в себе чувство братства развивать это братство идите обратному от эгоизма потому что рациональное мышление и нарцизма оно приводит к тому что в жизни человека что он перестает видеть кого-либо помимо себя а братство это понимание того что все твои заслуги все твои блага все твои привилегии выгоды плоды твоих усилий страстного креста жертвы подвига они в ближнем они в браке проявляются венок возлагается не на тебя а на твоего брата за твой подвиг и уже брат становится хранителем твоего подвига он свидетель твоего подвига он свидетель твоей победы и ты уже бережешь брата как себя это некое преображение трансформации эгоизма в ближнего прекрасно я хочу я хочу прибавить к этим прекрасным словам еще что братство невозможно в яговиско-христианской среде вот оно предполагает видение божества в брате понимаете брат тебе должен быть не возлюби ближнего как самого себя возлюби ближнего больше чем себя янтер сомневаюсь что касается того что во мне живет бог пусть другие мне об этом скажут понимаете я не вижу своего лица не вижу велико божьего в себе пусть другие скажут но вот видеть божество в ближнем видеть в ближнем потенциальное и реальное божество я обязан и вот это и есть один из ключей моста перекинутого от брата к брату это вот божествование брата и жизнь в ближнем потом братство это величайший ключ к бессмертию понимаете пока человек хоть семь пядей во лбу но если он сам достиг очень многого но он ведь сам в себе он и ходит он уходит и ушел а когда ты живешь в ближнем когда ты в улей человеческом когда ты пчелка несущий мед в улей то ты уже не бессмертен ты уходишь а остается твой брат в котором в которого ты вложил свою жизнь вот это тайна побратимства это уже это два лебеди оба бессмертных то есть мы два побратима и один уходит второй остается и он в свою очередь вступает в побратимство и так далее это цепь бессмертия да и посвящение в рыцарство великолепно им владел Людвиг II Баварский я думаю его загадочная кончина также поразительна на этом Лебедином озере Ноншвайнштайна это была поразительная кончина там все весь Ноншвайнштайн и другие замки его покрыты вот тайны рыцарства рыцари там где-то рядом рыцари приезжали в его замки и это было все покрыто тайно и поскольку это все не оглашалось я вспоминаю ваш рассказ о том что представленный капеллан читая Евангелие был шокирован гневливым и праведным восстанием со стороны Людвига на то что Христа распяли и никто не заступился почему никто не заступился за Христа если бы я там был я бы выхватил меч какая благородная мысль да то есть как 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 можно не заступиться за такого это гениально божественного человека я так же если я вижу что кто-то из моих детей страдает я моментально иду на помощь и подставляю свою голову вместо него да любовь это готовность это вот то чувство без рассуждения умереть положить жизнь за ближнего вот это это более-то это самое прекрасное мерило есть любовь или нет можно трепаться о любви сколько угодно там вы понимаете видеть в таким сублимированно эротическом фрейдистском налете и еще в тысячах возможностей но вот если вы готовы положить жизнь за ближнего то это это истинная любовь это полная филадельфия вот то что я имел ввиду иррациональное девство да вот оно вот так когда ты не думаешь оно появляется и мы употребляем термин адельфа поэсис адельфа поэсис как делание братства то есть мы понимаем делание как очень высокое искусство посвящение в братья как культура уже да это смехотворно да смехотворно понимаете братство брата понимать как так сказать облеченного в какую-то черную рясу для набородова такого сального это смехотворно брат это священное нечто и брат это тот который проходит посвящение в братство то есть делание братства вот о котором мы сейчас говорили это жизнь в ближнем это бескорыстное служение это полная чистота ума чести совести то что осквернили братство во Христе осквернили опошлили своим поведением к примеру католическое братство это братство в каноне братство в каноническом праве в каноническом законе православное это ближе все-таки брат во Христе это еще ближе к аутентичному образу братства а самое так сказать близкое это брат в Богородице брат в Божьей Матери то есть по ее рождению по ее составам обретения общих составов Богородица она этим и ценна что мы ее имя связываем с рождением свыше она та которая она дева рожающая в свете она лона богоматеринская бейт лахми в переводе дом девы светов рождающей она рождающая и поэтому все обновляется преображается и рождается свыше поэтому это совершенно иная парадигма иной мир иной космос связанный с Богородицей где все рождается перерождается возрождается и преображается в непрерывном движении к этому тема братства конечно глубочайшая возвращаясь к музыке и к искусству вообще можно сказать что гениальность немыслима вне братства чему примером тот же Моцарт который будучи абсолютным гением он стремился он вошел в орден Игнац фон Борн его ввел который был рыцарством того времени духовным рыцарством Гайден принадлежал к братству Пушкин искал братства то есть это коренным образом противоречит образу этому романтическому что гений это какой-то такой тотальный одиночка один против всего мира Гоффман сказки Гоффмана то есть истинная гениальность сочетает она вводит человека в порядок одно да это дитя братства это дитя человечества как оно может родиться это дитя если не через деву и вот дева рождает что значит дева дева это та кто непричастен земному порядку рождения зачатия это неземное это сверхземное сверхматериальное и вот иррациональность сверхматериальное но в древних цивилизациях добрых цивилизациях вот существовало такое понятие как девственное стояние то есть мир вообще стоит в девстве и рождение происходит в девстве без похоти и именно вот стояние в девстве или продолжение жизни вне похоти это основная парадигма именно древнего завета полностью нарушенная еговой его заповеди пребывание пребывание в девстве да там то есть там это было вот это девственное стояние при сотворении и вообще девственное стояние состояние в девстве, дающее плоды. Вне похоти девства, как противоположное похоти. То есть человек должен избегать во всех видах вот этого похотливого своего кайфа, которым он обычно наслаждается и которому придает чрезвычайное значение. Как раз должно быть противоположное, нужно быть служением маниакальным служителем Божьей Матери, всем своим существом. До маниакальности, до экстатичности быть преданным именно девству. И тогда девство начинает плодоносить. Девство вначале не плодоносит, но оно начинает плодоносить по мере вашего посвящения в девство. Именно непорочное плодоносит. Бесплодное, как учит Библия, бесплодное плодоносит. Тайное девство еще в том, что оно невозможно в одиночку. Дева – это тот, кто свободен от похоти. А что такое похоти? Это следствие своим эгоистичным каким-то устремлением. Получается, что истинной девой может быть только брат. То есть, тот, кто растворен, кто служит, отдает себя, для кого как бы свое я не существует. И опять-таки, мы приходим к архетипу рыцарства, братства, то есть, это все абсолютно взаимосвязанные вещи. Да, братство – это соборная совесть. Это когда совесть начинает говорить в братьях, и она уже, так сказать, безупречно действует в каждом, понимаете, найдя достоверное подтверждение истинности пути в ближнем. Когда мы ориентируемся друг на друга, мы утверждаемся в праведности своего пути. А в одиночку сделать это очень сложно и легко впасть в прелесть. Переоценки, самооценки и так далее. И в братстве тоже легко впасть в прелесть, если ты не побеждаешь искренне, глубоко в себе. Более того, может даже еще быстрее и катастрофичнее раскрыться твоя кайницкая природа. В братстве. Да, это все очень у нас. Граль дает то, что ты хочешь. Граль дает именно то, что ты хочешь на самом деле. И многие получают то, что хотели, страдают. Начинали мы с того, что мы противоставляли духовное братство разного рода товариществам, дружбам человеческим, но все-таки духовное братство это уже высокое братство, оно свойственно духовным людям, оставившим порядок мира и победившим низменные страстишки. Сейчас по-прежнему мы противопоставляем братство дружбе или у нас дружба уже включена как атрибут братства. это очень священное нечто, но тоже очень искажено. Оно не познано. Да. Если понимать так, как оно понимается и проявляется в мире всем, то это не Бога. Понимаете, дружба между мужчинами или между женщинами должна иметь очень твердое основание посвящения какой-то высокой идее. Да. Должна быть весть, весть, весть. Она ведет человека. Он должен быть полон какой-то уникальной вестью, наполняющей его, которую он хочет поделиться. Тогда это находит выражение в братстве, в сообществе, в творчестве. Да. А даже дружба без высокой идеи распадается, на мой взгляд. Субтитры субтитры